Субтитры создавал DimaTorzok Но я не говорю о третьем туре, потому что, согласно регламенту турнира, если основная часть сражения, то есть медленная партия заканчивается в ничью, то предусмотрен Армагеттон, то есть дополнительная партия, в которой разыгрываются дополнительные пол очка, которые приплюсовываются к одному очку, получаемому каждого из соперников после ничейного исхода. Ну а в случае победы Гроссмейстера в основное, так сказать, время, он получает три очка, а проигравший только ноль. Напомню, каким было положение делал после второго тура. Лидировал, весьма, так сказать, уверенно лидировал, хотя и с небольшим отрывом. Фабиано Каруано у него было четыре с половиной очка. И напомню, что в первом туре он одержал победу над самим Магнусом Карсеном, очень такую яркую, а главное важную, как мне кажется, для теории победу. То есть он показал, как надо играть белыми, как можно играть белыми во французской защите против системы с третьим кодом Куни в шесть. На пол очка от Каруано шли двое. Хикаро Накамура и Эндребья Концаторов. Далее Алиарита Феротза и Дамара Джугутиш. Очень молодой, очень талантливый индийский гроссмейстер. Ну а что касается Магнуса Карсена, то он после двух игровых дней делил восьмое и девятое места Шахрияром Мамидьяровым. То есть, с одной стороны, конечно, этот результат не очень такой яркий, невразумительный. Но мы помним, что Магнус Карсен может в любой момент прибавить. Ну, недавно совсем проходил турнир в Варшаве. Второй этап Гранд Честуров, на котором Магнус Карсен весьма неубедительно выступил в первой части Европедии, а затем в Блице просто развил дикий темп. Правда, уже с другой стороны, можно вспомнить, что в таком предстартовом Блиц-турнире, который проходил в Ставангере, Магнус выступил невразумительно, занял седьмое место при десяти участниках, победил в нем Надербек Абдуса Туров. Итак, кто с кем играл в третьем туре этого соревнования? Я вот показал вам совсем не то, а третий тур этого соревнования выглядит следующим образом. Итак, Февиан Акруан играл с Арианом Тари, ну а главное, конечно, событие, во всяком случае, то событие, которого все ожидали, это поединок Хикаро Накамура с Магнусом Карсеном. И, собственно, с него я и начну свой рассказ. Итак, первая, так сказать, медленная партия этого сражения. Е2-4 сыграл Хикаро Накамура. Ну вот я вот думаю, вот с каким, так сказать, настроем, с какой установкой предстарта выходил Хикаро Накамура на этот поединок. У меня такое впечатление сложилось, исходя из того, что мы увидели в дальнейшем, что Хикаро Накамура, ну, не то чтобы не рассчитывал обыграть Магнуса Карсена, даже имея первые фигуры в медленные шахматы, но он не слишком возражал против ничей, поскольку Магнуса обыграть вообще очень трудно. А дальше будет уже Армагеддон в случае ничей 10 на 7 с добавлением 1 секунды. Начиная с 41-го хода, и там 10 на 7 белые фигуры, но Хикаро Накамура полагал, что он фаворит. В общем, вряд ли кто-нибудь поспорил бы с этим. Все-таки в блице Хикаро Накамура второй после Арица Феруджи, Магнус Карсен третий, но и вообще Хикаро Накамура знаменит своей блистательной игрой как раз в сильно ускоренные виды шахматы. И вот что из этого вышло. Е4 сыграл, напомню, Хикаро Накамура, последовало Е5, и Магнус решил разыграть в ответ на слон Б5. Не всегда делает ход слон Б5 Хикаро Накамура, в данном случае он решил пойти навстречу пожеланиям соперника. А мы хорошо знаем, что в матче против Яна Непомнящего как раз основным оружием Магнуса Карсена был контргамбит Маршала. Ну, Ян не допускал всего этого дела, классики контргамбита Маршала. Он играл там А4, он играл А3, в общем, как-то уводил игру немножко в сторону. А в данном случае С23 играет Хикаро Накамура, и Магнус применяет этот самый контргамбит Маршала. Дебют, который считается корректным, но очень много было сыгранной партии, теория развилась. Люди, которые в режиме Advanced Chess проникают в глубины, в тайные позиции этой, удостоверились, что преимущества значимого, которое позволяет белым рассчитывать на победу, у них у белых нет. Поэтому сюда лучше не идти, и именно этим обусловлено то, что не играют С23 в последнее время белые, не допускают этот ход Д5 в такой классической гамбитной вариации. Ну, Д2-Д3 играет Накамура, и вот дальше мы увидели одно известное разветвление, то есть известное в том смысле, что много достаточно партий приходило к ничейному исходу вот после хода Ж3. Вопрос такой, можно ли брать на Ф5? Давайте я, кстати, позволю себе такой небольшой теоретический экскурс в сторону, и скажу, что тогда свой ферзь бьет H2, и важно сделать ход ладья АЕ8, создавая угрозу ферзь H1 мат. Сразу шаховать не самое лучшее, там срон Е3 белые играют, непонятки какие-то, белый король уходит. А тут что? Если срон Е3 здесь сыграть, тогда после коня Ф4 белым плохо. Вот такая неожиданная смена направления, главного удара, ферзь H1 угроза мата возобновляется, поле Е2 берется под контроль, ферзь Е2 тоже угроза мата. Ну поэтому белый вроде бы должен забрать на Ф4, тогда шах, и это не просто шах, а мат. То есть, словами срон Е3 белые играть не имеют права, они должны взять на Е8, теперь шах, и ладья бьет Е8 шах. То есть, вот с помощью такого порядка ходов черные обходят какие-то неудобства для себя, подключаются, набрасываются на белого короля всеми силами. Но оказывается, что вот эта позиция не такая уж однозначная, то есть, видимо, это ничья объективно. Но черных ничья вообще, с теоретической точки зрения, устраивают у ферзь С1, я продолжаю вариант, срон бьет Д5, СД, ферзь бьет Д5, срон Ф4. На Е3 черные хотят взять, сокрушить соперника, но белые могут отдать ладью, и после этого активизировать коня, желая прорваться на поле Ф6, вроде бы шах, король Ф3. Ну и теперь, и после срона Е3 ничья получается, и после ладья Е4. Срона Е3 более хитрые варианты, потому что белые делают, что они сильнейшая сторона, несмотря на то, что у них нет качества. Ведь какая-то атака на черного короля, скажем, пота ладья Е8 проигрывает из-за ферзь С5, атакована черная ладья. Белый ферзь мечтает проникнуть в ладьер соперника, если король Е7, тогда ферзь Е5, и на Е7 черный король попадает под шахи двойные с Е8 или с Х5. А если сразу побежать на А6, то получится вот такой вот мат. Ну я не показываю все варианты, не буду уж слишком сильно увлекаться, но поверить в это, в то, что я сказал, в оценочном плане очень легко. Но если сыграть не ладья Е8, а сделать сильнейший ход ладья Е6, тогда после ферзь Д4, ладья БТФ6 возникает вот такое окончание. Черные должны жертвовать качество, но на самом деле это позиция ничья, потому что, ну вот тонкий ход очень ферзь А1, конечно, вот на это идти черным не хочется. Это ничья, но она такая на соплях, ну в смысле на уйме нюансов она делается, потому что если белый король побежит вперед, то черный активизирует свою пешку А, которая чуть дальше продвинута, чем белая пешка, поэтому белых не лучше. И лучшее за белых здесь это просто давать вечный шаг, создавать эту угрозу и приставать к мирной гавани. Это по поводу хода слон бьет Е3, который в общем черным делать не хочется поэтому, потому что ничего они держат на соплях. А вот ход ладья БТФ4 делает ничью четко, чисто и без особых волнений. То есть ферзь А8 лучший ход, загнать, спровоцировать перевод, переход черного короля на поле Ж7, ферзь бьет Е4, слон бьет Е3, дается шаг, чтобы была защищена пешка С3, король отступает, ферзь Б8 лучший ход. Но опять же, что получается здесь? Здесь если взять на Е3, тогда берем на А2 и пешка А у черных жива. И поэтому, чтобы не отдавать пешку А2 и тогда у черных на одну пешку вообще больше и еще проходная, чтобы на это не идти, то белые должны давать вечный шаг, пойдем в Б8 Е5. Это к вопросу о ферзь Ф5, о ходе, который приводит форсированный ячей, в том варианте, который я показал, длинный вариант. В общем, так сказать, компьютерная поддержка, компьютерные доказательства или подкреп такой имеют место быть. Короче говоря, это не то, с помощью чего белые могут играть на выигрыш. Ну и безусловно, оба соперника, в первую очередь Магнус Карсен, который все это готовил, ну, как минимум к матчу с непомнящим, а скорее всего и до этого, все прекрасно знал. Ж3, вот этот ход, который часто делается, и тогда после ферзи Х3 тоже получается некое уравнение игры. Вот в таком варианте, ладья Е8, конь Е4, черные играют слон Ж4, заставляют белого ферзя встать на Ж2. Меняются, меняются черные, играют Ф5, ладья на Е1 висит. Кажется, что может быть у белых нехорошо, потому что удар на Д6 это проигрывающий ход. Но белые располагают ходом А2, А3, они пристают к слону, уже у белых может быть вроде как получше. Слон отступает, белые играют слон Ф4, наносят такой удивительный удар. Ну как удивительный? Интересный, любопытный ход. Ладья на Е1 теперь защищена своей коллегой с поля А1, а бить на Ф4 конем нельзя, он связан после хода Ф5. Слон на Б3 связывает его по диагонали. Следовательно, надо играть слон бьет Ф4, а теперь ЖФ. Вот я напоминаю вам, там стоит со стрелкой. Конь связан на Ф4, брать нельзя, надо брать на Е4. Белые берут на Е4, черные отвечают слон Ф3. Это единственный ход, потому что, ну как единственный ход, поскольку в случае хода ладья бьет Ф4 получается немножко не то. Для черных после хода ЕД у белых явное преимущество. Сказать, что у них совсем выигранно нельзя, но очень хорошие шансы победить. То есть сюда идти нельзя, надо играть слон Ф3. Такой замечательный ресурс имеется у черных. Если отступить к королям, то слон бьет Е4, лишняя фигура у черных. Поэтому король бьет Ф3, шаг, король отступает, ладья бьет Е4. Материальное равенство, ладья бьет Е4, взяли-взяли, король Ф3, ладья Ф4, король отступает, ладья Е4, повторение позиции. Ну то есть это, я вам повторюсь, это хорошо известная ничья. Эта ничья встречалась во многих партиях. Ну, в большинстве случаев, конечно, никакой предварительной договоренности не было у соперников. Я говорю о других партиях, не об этой. Здесь уж совсем понятно, потому что, ну, с какого перепуга вы будете. Все равно ничья приводит в потери очков суммарной. Это невыгодный результат. Ну и вообще, в большинстве случаев, просто, коль скоро играют черные маршала, выходят на маршала, а белые решают что-то такое подловить, что-то куда-то поиграться. Ну и в конце получается это ничья. Так вот, после того, как ничья была быстро зафиксирована, партия не очень долго продолжалась, скажем сразу. Оба соперника, безусловно, знали, что вот так вот получается ничья на этом направлении. Был, так сказать, назначен Армагеддон 10 минут против 7. 10 у Хикаро Накамура, он продолжает играть белыми, а 7 у Магнуса Карсона. Черных устраивает ничья и, начиная с 41-го хода, добавляется по одной секунде времени. Ну и вот тот вот Хикаро Накамура как раз решил предстать перед нами всеми во всей красе. То есть Е4, Е5 и Ф4. Кролевский амбит. Ну Хикаро Накамура сыграл огромное число партий. В рапид, в лиц в основном, в супер-блиц, в пулю так называемую, балет-час по одной минуте. То есть его дебютный репертуар чрезвычайно обширен, интересен и так далее. Но вот таких глубинных исследований, на мой взгляд, все-таки совсем глубоких-глубоких-глубоких у него нет. Не на всех направлениях, хотя в случае они есть. А у Магнуса Карсона они безусловно есть. И хоть скоро Магнус Карсен собирался с тем же, я нам не помню, чем в матче на первенство мира играть маршал, то он должен был готов быть и к другим попыткам белых что-то такое, чем-то его удивить. Но в том числе и Городевский амбит входит в их число. Ну вот взятие на Ф4, так отвечает Магнус Карсен, конь Ф3. Теперь много разных ходов. В свое время, когда Роберт Фишер после того, как он проиграл партию Борису Спасскому, он начал исследование этого дебюта. И ЕСД6 защитный, так сказать, обработал, говорит, что там все хорошо у черных. Это неоднозначное утверждение. Ну, один из классических ходов Д5, и там тоже игра пойдет на три результата. Конь Ф6 можно играть, может даже А6. Но вот я думаю всех, ну или многих наблюдавших за этой партией удивило, что Магнус Луджица РЖ5. То есть ход, который считался как-то не очень таким оптимальным дочетом. Ну, А4 играет Хигару Дагабура. Почему? Потому что классика жанра, вот Слон С4, Гамбит Муцову, Ж4, рокировка, взятие на Ф3, Фердбет Ф3. Но это другая тема. Но, в общем, как-то все соглашаются с тем. Мы специально, наверное, даже такой записали, несколько, не знаю уж как, передач, занятий, уроков, где вот рассказываем об истории развития и этого варианта, и многих других. И вот Ж5 классический ход. Ведь почему не сыграть Ж5? Ну, потому что А4 на самом деле. Вот эти позиции как раз, вот из легкой руки того же Бориса Спасского, который играл с Робертом Фишером, они все-таки считаются, ну, вроде как, благоприятными для белых. Теперь, если Конь Ж5, то после А6 белые должны жертвовать фигуру, это так называемый Гамбит Альгайра, и тут вроде как компенсации нет полной. То есть, это в пользу черных, вот такого рода игрища. А Конь Ж5, Гамбит Кизерицкого, ну, считался вполне перспективным для белых, считалось, что здесь у белых совсем неплохо. И вот Магнус показывает, в общем, на мой взгляд, совершенно принципиально новый подход. То есть, классика жанра стояла в том, что пешку Ж4 надо вроде как защитить, белые играют С4, атакуют пешку, ставящую на Ф7, черные защищаются с помощью коня А6, белые играют Д4, черные могут сыграть Д6, белые кони наступают на Д3. Начинается сложная игра, у белых центр, у черных лишняя пешка, у белых немножко открытый король, у черных тоже непонятно с королем. Очень интересная игра, и вроде как у белых получше. То есть, у белых скорее получше, чем похуже в этой интересной игре. Вот это мейнлайн, такой классический мейнлайн, который перешел уже в наше время, из 19 века, начала 20-го, в 19 веке королевский бит был невероятно популярен. А Магнус показывает, что можно играть совершенно по-другому. Я уж не знаю, в какой степени режим Advanced Chess ему помогал. То есть, безусловно, конечно, компьютеры где-то поддерживали, укрепляли его в том мнении его помощников, его тренеров, что вот то, что они смотрят, то, что они наметили, это оптимальный путь. Но вот, несмотря на то, что это полублиц, 10 на 7, Магнус демонстрирует нам, как нужно играть чёрными. И вообще можно утверждать, некоторые, ну, не слишком кривя душой, что просто Магнус показал, как опровергается королевский гамбит. Это сильное утверждение. Вот Магнус продемонстрировал нам в этой партии, в блиц, полублиц, в быстрые шахматы, 10 на 7, как опровергается королевский гамбит строго. То есть, Д6. Отдаём пешку на Ж4, что оказалось нам, что такое? Отдали пешку на Ж4, материальное равенство, чёрного руины, перчины. Но конь Ф6, ещё меняемся вообще, не берём дурного в голову. Если конь Ф2, тогда ладья Ж8, чёрные играют, поддавливают на пешку Ж2, там Д4, играют с салона А6, и оказывается, что чёрные фигуры гораздо гибче расположены, пешку Ф4 отыграть нельзя, материальное равенство на доске, а белые скованы, и развиваться им трудно, у чёрных плюс. Однозначный плюс, может быть, и не решающее преимущество, но у чёрных лучше. Конь Петов 6 играет Хикару Накамур, и он, надо сказать, начал тратить время, потому что то, что сделал Магнус, это немножко неожиданно для него. Теперь салона А6, пешку опять же чёрные не отдают, они хотят быстро развиться с ладья Ж8, салон Ж4, конь Е5, ещё одна идея, между прочим, там играют белые Ж3, конь Е5, и явное не то у белых начинается. Ну вот ферзь Ф2, чтобы из-под конь Е5 уйти ферзём, теперь ладья Ж8, вторая, так сказать, идея, которую я упомянул, чтобы не особенно белые дёргались, ну Ж3, конечно, можно изучить, но ладья Бет Ж3 просто, вот ФЖ не взят, ферзь висит, а ладья Бет Ж3 можно, Ж4 тем более нерепо, ну то есть продолжаем бет за белых развитие, чёрный играет салон Е6, так же развивается, хотите на Д5 торгаться, вторгайтесь, мы разменяемся, вторгнемся конём куда-то в лагерь соперника, а потом начнем атаковать белого короля по линии Е, салон Д2, длинная рейкировка, длинная рейкировка, белые закончили развитие, вроде всё у них нормально, но позицию белых после ферзь Д4 ещё одного точного хода хуже, очень сильный ход, ферзь Д4 такой неочевидный, то есть понятно было, что вот Фабиана Круана в первом туре обыграл своего оппонента Магнуса Карсона, продемонстрировав домашнюю заготовку к матчу 2018 года, ну а Магнус здесь демонстрирует, я думаю, опять же это моя догадка, свои заготовки к матчу против Яна Непомнящего, предпоследнего матча, но если не считать матча, естественно, Непомнящий день или Жень. Вот, ферзь Е1 играет белые, у них просто хуже, ферзь Е5, чёрные выстроились как надо, они готовы вторгаться дальше, усиливать позицию, конь Е2, чтобы там как-то шевелиться, типа слон С3, может быть, король уйдёт белых, теперь Ф5, пешка Ф говорит своё веское слово, Ж2, Ж3, можно ли было сыграть слон С3, но там и Ф3 шах. Ну давайте прикинем, что такое слон С3, Ф3 шах можно? Ну, Ф3 шах можно, конечно, и после отступления на С1 можно взять вот сюда это всё дело, на слон Е5 забрать ладью, ферзя поставить шахом, потом взять на Е5, и у чёрных что? У чёрных просто две фигуры и ладья за ферзя при очень хороших фигурах безнадёжно совсем у белых, просто по материалу. Поэтому слон С3 не то, Ж3 играет на Гамора, удар на Е4, удар на Ф4, ферзь Ф5. Ну вот на самом деле здесь все-таки белые стояли не так уж плохо, то есть вот с ходом слона Н3, то есть то, что делал до сих пор Накамора, это неплохо, и ходом слона Н3 белые в общем поддерживали равновесие. То есть отступление, слон бьет Е6, вот такой вариант, взятие, взятие, теперь ход конь С3, защищая пешку А2, атакуя пешку Е4, но чёрные могут сыграть ладья Ж4, белые могут забрать на Е4, чёрные берут на Ф4, позиция уравнивается, и всё это дело движется к ничьей. То есть опять же, я сказал, что Магнус Карстен опроверг, показал, как нужно играть против королевского бита, как его можно опровергнуть, и вроде опровержения королевского бита, но это должен быть выигрыш чёрных или преимущество чёрных, но в данном случае после слона Н3 получалось вот это уравнение, ещё раз повторюсь, шансов, вот в таком вот варианте, взятие на Е4, взятие на Ф4, структура симметричная, позиция равная. Конь Ж3 сыграла Хикаро Накамора, ему нужно было выигрывать партию, просто по определению, поскольку в Армагеддоне ничья для белых равносильно поражению. Ну, ферзь Ф7, здесь у Чурберок просто строго хуже, Ф5, вот попытка так осложнить борьбу, слон Д2, то, что делает Магнус безупречно, ну, опять же, вот разыграл он такой дебют, а дальше играет уже не то чтобы рукой, но в соответствии со своими заготовками. Конь Е5 с угрозой, конь Ф3, поэтому на Е4 ничем взять нельзя, конь Ф3, белые теряют качество и проигрывают партию, надо играть ферзь Е3, взятие на Д3, ЦД, ну, опять же, слон Д3, это просто, ну, это правильный ход, но это просто хуже без вариантов, там ладья Е8 или взять даже сразу можно. Вообще-то, вот как-то я забыл про пешку А7, давайте все-таки вот белые сыграли ферзь Е3, черные взяли, а что было бы в случае ферзь А7? Такой маленький вопросик. Ну, тогда черные, скорее всего, сыграли бы слон С6, выпуская короля, открывая дорогу на поле Д7, белая ладья атакована, а белый центр разваливается, и на конь на Ж3 атакован черной ладьей, белым совершенно не то, плохо белым. На ладья Е1 можно сыграть, в частности, конь Ф3, это вилка. Ну, и то же самое после ЦД и слон С6 происходит, на А7 братьев точно нельзя, ладья висит, конь Е4, король теперь защитил пешку А7, слон А3, ладья Е8, ладья пошла на С1, здесь позиция просто строго безнадежная, абсолютно проигрышная у белых, слон Д5, если теперь сыграть А3, то черные наносят вот такой вот удар, и дальше на Е4 берут и все, белые проиграли, то есть потеряли качество, и без малейшей компенсации все это происходит. Ферзь Радья Е2 сыграл Хикару Накамура, чтобы защитить коня Е4, чтобы парировать идею конь Д3, но пешка на А2 забирается, затем следует слон Д5, конь Ж5, такая активность. Вот в конце уже у Хикару Накамура оставались считанные секунды, а у Магнуса Карсена был очень приличный запас времени, несмотря на то, что начали партию соперники с соотношением времен 10 у Накамуры в минут и 7 у Карсена. Ну, пока до 40-го года они не доползли, то есть добавки еще нет, ну, добавка, в общем-то, и не потребовалась, потому что белым совсем худо после Ферзь А4, угрожала Ферзь А2, Конь Д4, Ферзь А2 с идеей последующей Конь Е2 теперь угроза, то есть вначале даем шаг с А2, а потом даем шаг с Е2. Ну, слон Ж4, поле Е2 прикрыто, теперь шаг, теперь шаг, ладья бьет Ф1, Ферзь бьет Д4, какая-то активность белых фигур, шахов нет нормальных белому королю, он сыграет слон бьет Д3, теперь если Ферзь бьет Д3, то Ферзь Ф4 забирается коней белым плохо, там Конь, Слон, что-то одно из двух, ну, а если Конь Ф6, как и было в партии, тогда ладья бьет Е2, нанес удар Магнус Карсон, и белые сдались, Хикаро Накамура признал себя побежденным, почему? Ну, ясно, что считать надо только ход Король бьет Д3, потому что Король Ц3 можно Ферзь Ц1 шаг дать, потом Мат дать, ну, Слон бьет Е2, еще, конечно, есть какой-то ход, но Слон Е2, Ферзь бьет Е2, Король Ц3, Ферзь Ц2 и потом Ц5 шаг. Ну, и то же самое получается здесь, шаг даем, Король дает вперед, теперь даем шаг вот такой, если пойти на Д5, тогда Ферзь Ц6 это Мат, если пойти на Д3, то Ферзь Ц2 это Мат, если пойти на Ц3, тогда даем шаг Ц2, и тот же самый ход Ц5 выигрывает Ферзя. То есть вот так закончилась эта партия, иными словами, Магнус Карсон одержал в ней победу со счетом, так, секундочку, я должен здесь сменить, да, со счетом полтора на одну очку. То есть он выиграл в Магеддон, а первая часть медленной партии закончилась еще. Фабиано Круана, лидер турнира единоличный, играл против Ариана Тори, аутсайдера и номинального, он просто замыкал турнирную таблицу Ариана Тори, и шахматиста, который имел самый низкий рейтинг. Что в этой партии происходило? И вообще, вот опять же, хочется порассуждать, как должен был, по идее, выстраивать игру, какой настрой, какая остановка для себя делать Фабиано Круана. Не рисковать, играть на классе, класс у Фабиано Круана, конечно, выше, эрудиция невероятная, но вот он решил играть не Е4 на первом ходу, а Д4, то есть знал, видимо, чувство, понимал, что весьма вероятен, ну, при таком порядке ходу, вход Д5, на конь Ц3, салон Б4, конечно, мог Фабиано Круана помериться с силой защитой Немцовича, но не надо, надо вот идти сюда, и теперь ЦД. То есть, какой-то, как называется, есть знаменитый анекдот шахматный, из далёких времён, что за странная игра, ключевая фраза, но я не буду персонализировать эту историю, и рассказывать о какой-то, хотя могу сказать, в первые ходы, после которой последовалась реплика, там было сыграно Д4, Б6, Ц4, салон Б7, конь Ц3, Д5, ЦД, салон Б5, играющий чёрными, не вполне, так сказать, трезвый шахматист, известный, говорит, что за странный Грюнфельд. Ну, здесь что за странный Карлсбатт. Взятие на Д5, конь Ц3, Ц6, то есть, когда белые потеряли темп, сыграв конь Ц3, конь Ф3, извиняюсь, они уже не могут, уже не имеет смысла играть салон Ж5, поскольку чёрный решает свою главную проблему, выставляя слона на Ф5. Но Фабиан Аккуранный берёт под натроле это поле, он делает вид, что он может всё равно, как бы Карлсбатт сыграть, тем не менее, но чёрный играет Ж6, опять же, ход нормальный, с идеей салона Ф5, салон Ж5, теперь салон Е7, можно ли играть салон Ф5 сразу, но салон Ф5 сразу не очень удобно, потому что к ферзь Б3 висит пешка на Б7, её защищать ферзём нельзя, так как ослаблен поле, ослаблена защита коня Ф6. Поэтому вначале салон Е7, опять же, Ж6 вроде бы впустую сыграно, полу впустую, но единственное, что поскольку белые не сыграли Е3 и не могут сыграть салон Д3 сразу, то чёрный успевает выставить салона на Ф5. Ну вот Е3, салон Ф5 следует, и как ни в чём не бывало, Фабиан Аккуранный меняет салонов, рокировка, и дальше следует салон бьёт Ф6. Ну вот опять же, вроде бы с точки зрения канонического взгляда на суть вещей, на суть мироздания шахматного, так играть белые не должны, у чёрных салон против коня, хорошая структура и так далее, но есть один маленький нюанс, который всё-таки позволяет белым рассчитывать на плюсик, а именно то, что чёрные уже сделали архировку, чёрные ослабились ходом Ж7, Ж6, и ходом А4 белые начинают цепляться. То есть вот я думаю, что такое, не то чтобы это какая-то теоретическая разработка была Фабиана Каруаны, но он имел в виду, что вот можно так играть, особенно если вы превосходите по эрудиции и отчасти по классу своего оппонента, и по тому, и другому параметру, я думаю, никто не будет спорить, что Фабиана Каруана Ариана Тари превосходил. Итак, А4, конь А6 играет Ариан Тари, можно ли играть А5? Ну, понимаете, ходом А5 вы подставляетесь под всякого рода идеи Ж4, после того, как белые сделают архировку. Опять же, сказать, что это так уже замечательно, совершенно типа, ну, скажем, архировка, длинная салон Ж7, там ладья Ж1, идея Ж4, ефный, неприятный для чёрных. Не так уж у белых хорошо, и не так уж плохо у чёрных, но неприятно идти на такие позиции, где белые реализовали все свои основные замыслы, то есть начинают атаку на кролевском фланге. Конь А6 играет Ариан Тари, А5, ну и ладно, говорят, так сказать, чёрные белым, но вот стоило здесь спокойно играть просто типа Ферзе Син. Вот здесь, ну, тоже у белых получше после трёх нулей, наверное, но атаки реальные по линии Аш при наличии Солона, который контролирует поле А8, у белых пока что нет, а Ариан Тари, наверное, испугался всё-таки того, что если мы будем медленно, то есть мы, это чёрные, вот так мобилизовывать свои силы, тогда атака всё-таки может быть неприятной, опасной и так далее, и он сделал ход С5, чтобы сразу зацепиться за центр, и может быть за Ферзе Фланг, где С4, там Б5, если белые в 3-0 уйдут, но белые не уходят 3-0, и теперь, когда чёрные сразу, не дожидаясь длинной ракировки, ну, тогда, может быть, С5 не шло бы по другой причине, но коль скоро, не дожидаясь длинной ракировки, играют С5, используют обстоятельства, вбить вот здесь на С5 невыгодно, Конь бьёт С5, Ферзь бьёт Д5, нельзя зацепиться на 3-х шах, БЦ теряется Ферзь на Д5 белый, а тут ладья Д1, создаётся давление, и белые готовы играть вот спокойно, эту игру, с королём на Ф1, вот так вот, линия аж всё равно подскрыта, ладья работает, другая ладья по линии Д, поддавливает на пешку Д5, Курана выиграл, в том смысле, что получил очень приятную для себя игру, искусственная ракировка с переводом короля на Ж7, и если чёрные начнут играть типа ладья Аш8, то, скорее всего, они рано или поздно, а может быть, довольно быстро, потеряют пешку на Д5, ну, взятие на СД с Конь бьёт Д4, теперь Конь С6, тоже стандартная идея, чёрные создают напряжение вокруг подя Д4, хотят разгрузиться, и получится что-то такое типа уравнения, но позиция неприятная у чёрных, вот Ферзь Ф3, и теперь оказывается, что в случае Конь Д4 того, что лежит на поверхности, с пешкой Д5 большие проблемы, то есть чёрные в этом варианте, который не встретился в партии, размен на Д4 не было, попадают в трудное положение, поскольку Конь бьёт Д5, ладья идёт на Д6, скорее всего, с идеей отыграть пешку, но меняетесь на Ф6, ладья ничейный, без пешки похуже, но ничейный, в общем. Но белым могут играть Конь Е3, вот этот мотив, он позволяет белым добиться значительного преимущества, так как нельзя брать слону, важный нюанс, оказывается, Ф3 тоже стоит неплохо. Комбинация, ладья H7, Ф7, ну идём вперёд, ладья H1, Ф4 лишь на один ход отсрочивает, или отсрачивает развязку, а тут мат с поля F4, всё понятно, всё банально, всё просто. Итак, слону брать нельзя из-за ладья H7, надо бить ладьёй, теперь Ф7 бьёт Б7, и получается что? У белых просто здоровая нишняя пешка. Конь не такая плохая фигура, то есть он здесь контролирует уйму пунктов, ну, может быть, у чёрных не проиграно, но пешки нет, и сюда идти, конечно, вот так с листа, с позиции, которую чёрные считали, ну, не то чтобы равные, но символически похуже, чуточку похуже не хочется. То есть конь D4 не то, это очень важное обстоятельство, на D5 тапешка всё равно висит, чёрный играет в ладья H5, её защищает, конь отступает назад, чтобы никаких разменов не было, с F4 он может поднадавить дальше, может быть, бюро не будут торопиться, но угроза, идея коня F4 есть, ладья F5, коня F4 всё равно, ну, G5 понятно, не надо даже смотреть, там конь H5, уничтожается один из белых коней, которые хотят забрать на D5, взятие-взятие, на D5 всё равно слабость. Теперь правильное решение, если чёрных было в коне E5, и у белых просто получше. Вот ферзь Е2 даёт белым плюсик, и даёт плюсик, конечно, естественное взятие на D5. Продолжаю вариант, чтобы понять, что это такое, почему чёрные могли так играть, и, может быть, это было правильным решением, и что было бы после этого, что могло быть? Ну, размен ферзей, да, ладья C4, у белых лишняя пешка, но у чёрных какие-то надежды атаковать слабости белых на ферзьевом фланге, но есть вот ладья H4, который лишает иллюзий чёрных, то есть не позволяет чёрный ладья C4 быть переброшенной на А4, вот скажем, размен-размен, там ладья H5, король G3, там ладья чёрных уходит, поскольку никаких перспектив по линии H у неё нет, и опять же, здоровая лишняя пешка выиграть не так легко, не техническая работа, а такая, я бы сказал, творческая, здесь предстоит белым, но шансы на победу с лишней пешкой и какой-то компенсацией у чёрных очень неплохие. Не хотелось играть конь Е5, сыграл по-другому ферзь G5 здесь ориент Тари, но и это, скорее всего, немножко не то. Белые могли сыграть ради H4 с перевесом очевидным, но они предпочтят ход ферзь Е2. Опять же, с практической точки зрения, может, это даже и лучшее решение. Я не хочу взвешивать на аптекарских весах, как я вот люблю говорить, разные возможности, которые сопоставимы по объективной оценке. Ферзь Е2 сыграл Павиана Крована, как практик, видимо, он был прав. Идея Д4, которая могла бы быть неплохой у чёрных нестой белой пешки на С3, отсутствует. А белые что? Они, так сказать, сочетают идею взятия пешки на Д5, выигрыша, и атаки по Лени Аш. Ну, что чёрные могли бы сделать? Лучший ход за чёрных был Ладья Е5. Вот такой странный ход. Ладья Аш-4 лучший ход за белых, чтобы создать угрозу Ладья Аш-1 с атакой. Тогда чёрные могут и проигнорировать эту идею и сыграть Ладья Аш-8. Но это не лежит на поверности. Вот такая защита. То есть, даём право, предоставляем возможность сдать шаг с поля Аш-7, тогда Король Аш-8. Скажем, Ж4, то есть белые пытаются ещё что-то такое подтянуть, как-то Ладья Аш-7 никуда шаг от них не уйдёт. Они хотят затеять затеи. Но на самом деле, вот здесь, видимо, чёрные, ну, держатся, скажем так. То есть, Коня в 4 можно сыграть, можно сыграть Ладья Аш-7. Ну, Коня в 4, видим, правильный ход, атаковый пешку Д5. У белых преимущество. На Коня в 4 Ладья Аш-7. Конь Е7. На Ладья Аш-7 Король уходит на Ф8. Сразу пробить это дело не удаётся. И вот такой вот странный ход Ладья Аш-5 позволял чёрным держаться на соплях. Ход Конь Е7, который вроде естественный, защищаем тупо пешку, стоящую на Д5, приводит к тому, что после Ладья Аш-4 у белых большой плюс, так как играть здесь Ладья Аш-7 можно для Ладья Аш-8 сыграть. Белые хотят захватить линию. Конь на Е7 стоит чёрным пассивно. Скажем, Ладья Аш-8, что это такое? Тогда Ладья Абит Аш-8, Ладья Абит Аш-8. И вот в данной редакции белые уже с большим эффектом вторгаются на В5. Всё крушат. Там Ферзь Е8 идея, Ферзь В7 идея. Но чёрные гибнут, их позиция разваливается. Опять же, в это поверить легко. Ну, вместо хода Конь Е7, который не очень помогал, который наверняка Ориан Тари смотрел, хода Ладья Аш-5, который он не заметил или недооценил и не сделал, он поступил по-другому. Он сыграл Ферзь Е7 и последовало Конь бьёт Д5, просто он отдал пешку. Но если Ферзь Е4, тогда Ф3, но вынудили ход Ф3, а в общем он полуполезен, может, белым, потом Е4, лишняя здоровая пешка, ни за что. Ферзь Е6 сыграл Тари, последовало Е4. Ладья Д8, связывая пешку на Е5, брать нельзя. Но Ладья Е1. Теперь уже сказать, что белые угрожают ходом ЕФ, я не могу, но тем не менее Ферзь Белый защищен. Ферзь С8 и следует теперь уже ЕФ. Ну, разводился, конечно, Ориент Тари. Здесь Ф6 промежуточный ход, который он недооценил. Я даже подумал, что здесь чёрные сдались, но сдались они чуть позже. Если Ладья Король А6, тогда Ладья бьёт Е2, затем Ладья Е7, вот такой тактический мотив, и угрожает взятие на Е7. А если взять на Е7, тогда просто Ладья Е1, далее или Конь С7 или Конь Е6, и пешка проходит Ферзи, чёрным придётся за неё отдать Ферзя, ну, или получить мат. На Ф8 отступил Ориент Тари. Это ничуть не легче, ничуть не лучше. Теперь С4 защищая коня. Лишний и пешка. Он 2 ладьи и пешка, плюс атака на чёрного короля. И после вот Шаха и Король Ж1 чёрные сдались. Конь не может отступить из-за Ладья Е8 мат, и ничего другого всё равно чёрным не остаётся делать, так как иначе он потеряется, и мат всё равно будет дан. Вот так вот Иенович Лейдер одержал победу и существенно улучшил своё турнирное положение. Ну, и ещё одну партию я сегодня хочу вам показать. Медленную партию, в отличие от такой вот быстрой партии, или там полублица между Накамурой и Карсеном, это медленная партия между Надербяком Мансатором и Элизой Феруджой двумя молодыми шахматистами. Ну, самый молодой шахматист, как мы знаем, это Дамараджу Гукиш на этом турнире, но Надербяком Мансатором и Элизой Феруджа это второй и третий шахматисты по молодости. И очень интересные, и очень сильные. В общем, я думаю, их, так сказать, рекламировать их успехи отдельно не надо. Что было в этой партии? Надербяком Мансатором сыграл Д4. Опять же, вот во всей, так сказать, красе, в некотором смысле, ну, можно по-разному интерпретировать слово краса, представил здесь в этой партии перед нами Алириза Феруджа, которого вот всё больше и больше мне хочется сравнить с молодым Талем. По подходу. То есть он постоянно затевает какие-то затеи, баламутит позицию, но и регулярно получает хуже. Он рискует. Хотя, понимаете, вот во времена Таля не было компьютеров, и сказать однозначно, что это что такое, это некорректно, это плохо, это не то, и можно было это провернуть, и так в шахматы не играют. То есть так в шахматы не играют, говорили опытные товарищи, старшие товарищи, но когда вы набираете много очков, играя так, как не нужно играть, это всё равно сильно. Но когда есть ещё компьютер, который говорит, что вот опровергается это таким образом, или вот это не очень хорошо по той и той причине, а человек так не может сказать. То есть он может сказать, вот так надо было. Но это не совсем доказательно будет, поскольку не подкреплено уймы вариантов, без которых такого рода утверждения, ну, достаточно такие произвольные, умозрительные. Итак, Д4 сыграл Нервякова, за которых играя белыми, Алиэль Таффи Руджа Д5, пока что ничто не превращает никаких хитростей и осложнений, солидный дебют, чёрные играют Е6, Е2, Е3, Конь БД7, Слон Е2, Слон Д6, ну, в общем, Соловянка. Чёрные играют Слон Д6, белые ставят пешку на Б3, неферзь С2, в данном случае, Б7, Б6, развивается фигура, ну, и все вот, я думаю, шахматисты, которые мало-мальски играли подобного рода позиции или их анализировали, знают, что ход Е4, который заманчиво выглядит, на самом деле, ничего особенного белым не даёт в данном случае, после Конь Е4, взятие-взятие, ферзь Е4, чёрные играют Ф7, Сидеи, С5, и атаки на Короля чёрных не проходят, Конь Ж5, это Конь Ф6, потом всё равно С5, на Ж5 Конь стоит не так уж хорошо, конечно, требуется некоторое уточнение, давайте-то я сделаю ход Конь Ж5, вот такой вот, хоть скоро я нечто сказал, такое умное, но если С2 можно сыграть, можно Конь Ф8, на самом деле, может быть правильный ход как раз Конь Ф8, чтобы не подставлять Коня на Ф6 под удар Слона, на Конь Ф6, вот что меня остановило, ферзь Х4, и нельзя С5 из-за удара на С5 и С2, 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 а тут мы защитили надёжно всех, создали угрозу С5, в дополнение к угрозе С2, и лучше у чёрных, а не у белых, то есть надо играть С5, С2, но компенсации нет, вот, ну, а если С3, вот такой естественный ход с угрозой взятия на Х7, тогда Ф5, отбрасывается ферзь, теперь С7, и затем играют чёрные С6, и противостоят белым, вот таким вот образом, чем можно и Ж6, сыграть можно и С5, здесь что важно, что вот в варианте ЛДЕ6, то есть кодом С5, чёрные спровоцировали белых на комбинацию, вроде бы белые угрожали этой комбинации, но после С5 у чёрных контур игра, и оказывается, что вот этот вариант форсированно приводит к ничей, опять же, чёрные могли не допустить этого, сыграв Ж6, вместо С5, и не допустив удар на Е6, но здесь у них неплохо, то есть белые могут, имеют ничью, вот такого рода варианта, король Е7, ладья Е1, король идёт назад, на Д8 было нельзя идти, поскольку на ладья на Е8 была не защищена, и обнял потерялась бы с матом, а тут у белых нет больше, чем вечный шаг, вот такой вот, вот это вечный шаг, ну, опять же, вариант не форсированный, но надо иметь в виду, что вот Е4 ход вроде бы заманчивый, естественный, логичный, но ничего особенного белым не давало. Ладья Д1 сыграл на Дербякова Саторов, ферзь Е7, ответ чёрных, опять же, они готовы на Е4 подменяться и начать контр-игру в центре, ладья Е1, ладья Д8, H3, H6, и вот здесь вот, вот здесь, может быть, Е4 заслужил всё-таки внимание, вот когда уже все фигуры соперников вошли в игру, вышли на нужные позиции, форточки сделаны, профилактические движения H3, H6 произведены. Здесь, может быть, на эту позицию белым имело смысл пойти, потому что лучший ход, видимо, из-за чёрных, слон Б4, С5 не идёт, слон не защищён, а тут что получается? Радья Ф1, Конь Ф6, какие-то вот такие варианты, слон Д6, поскольку сразу играть С5 страшновато из-за хода А2, А3, и со слоном проблемы, и на Д4 будет после этого нельзя брать, на С5, А3 слона А5 нельзя будет брать на Д4, за Б4 с потерей слона. Поэтому слона надо вначале отвести, и вот такая вот игра интересная получается, в которой белые может быть, то есть, наверное, стоят чуточку лучше, но ничего особенного. Ну, белые борются с С6, после размена слонов, Конь туда готов вторгнуться, слон на Б2 стоит хорошо, но Ф7 могут сыграть чёрные, и ничего особенного, но всё-таки у белых давление. То есть, Е4 заслужил некоторое внимание, но продолжал, так сказать, воздерживаться от этого естественного, ну, как естественного, по общечеловеческим критериям хода при движении центрального на РГ Кабзаторов, он отвёрл слона на Ф1, слон А3, чёрные стандартным образом меняют слонов, а белые бьют на Д5. Важный момент, вот сейчас СД уже уместно, потому что чёрные не вправе взять на Д5, из-за взятия на А3, ФБТА3, Конь Б5, и чёрным нехорошо. Они в лучшем случае после Ф8 теряют пешку А7, а в худшем случае ФБ4 допускают торжанин С7, есть ещё хуже, то есть, в обжорный ряд Ферзь устремился, что-то чёрные теряют, и у них нехорошая позиция. То есть, чёрные всё-таки обязаны сыграть не СД, эта позиция, конечно, у белых получше. В белых получше, то есть, можно сказать, что хотя бы отчасти дебютное сражение Дербек Абу-Саторов у Алилиза Ферунджи выиграл. Слон Д3, смотрим дальше, ФЕ7, ФБ2, Конь Е4, Ладья Ц1, Конь Ж5, но Алилиза пытается какие-то такие вот затеи, какие-то создать идеи контр-игры, Конь Ж5, да, вымениваем белого слона, решаем свою проблему, ФБЖ5, Конь А4, поддавливаем на фланг, это уже со стороны Дербек Абу-Саторов, я обсуждаю ситуацию, Конь Черных скован защитой пешки Б6, Б5 играть нехорошо, Конь Б2, на С5, и у Черных будут одни лишь слабости и никаких листов, но Ладья Е6, опять же, естественный ход, Ладья Е6, пока что Ладья Е6 не угрожает, слон стоит на Д3, не пускает туда Ладью, но с другой стороны пешка С6 защищена надежно, может быть, Черные сыграют Ладья Е8, будут начнут поддавливать по линии Е, а может быть, все-таки доберутся Ладьей до поля Ж6. Ну, прошу Ферзь Е2, С5, такой решительный, рискованный ход, и здесь надо было, я думаю, безусловно, Неребек Абу-Саторову спокойно, хладнокровно оценить ситуацию и сыграть Ферзь Ж4, приложить размен Ферзей, фиксируя свое небольшое, но стойкое преимущество, в варианте, типа там Ферзь Ж4, АЖ, давайте, Ферзь Ж4, АЖ, СД, СД, можно разменяться, разменяться, но позиция не очень приятная у черных, хотя, конечно, после, ну, с Родца 6 правильный ход, конечно, вот такой, безусловно, Конь С3, опять же, ну, не очень много, понятно, что эта позиция держится, и понятно, что у Белов получше, ну, и даже пешка на Ж4 стоит неплохо, кстати, у Белов, там, Ф3, начинаем подтягивать короля, играем по черным полям, но Ферзь Ж4, это все-таки, вот с точки зрения Неребека Абу-Саторова, я думаю, этот момент, он воспринимал, как трусость какую-то такую, или трусливое решение, которое, прибегая к которому, белые отказываются от осложнений, от попыток доказать, что игра черных не очень состоятельная, что у белых перевес, а Минс, это последовало ДЦ, забирая пешку, и это ошибка, это ошибка, но доказать, что это ошибка, очень нелегко, и вот здесь начинается заваруха, как раз, я не зря же говорил, что вот с кем, как-то вот по стилистике игры, я могу сопоставить Лерезоферу Джу именно с молодым Талем, Д4, угрожает мат, хорошо, Ферзь Ж4 теперь, но, теперь Ферзь Е7, угрожает Конь Е5, и Слон белых уязвим, то есть нельзя брать на Б6, часто собирать пешку, по причине Конь Е5, ну и здесь совсем нехорошо, удар на Д3, удар на Е3, в том или ином порядке, и белые разваливаются, поэтому белые играют Слон Ф5, уводя Слона из-под удара Конь Е5, атакованы на черные ладья, черные играют теперь на Ф6, это правильное решение, не на Е5, а на Ф6, ходом Ферзь Ж3, и белые сохраняли примерное равенство вот в таком варианте, вот интересно, то есть вроде бы сложнейшая позиция, но здесь получается примерное равенство, Конь Б6, взятие на Е3, взятие на Е3, ладья Д1, отступление, Конь Е4, контр-игра такая, у черных активность, белые могут приложить размен Ферзей, но здесь ничья, Конь Ф2, это у черных похуже позиция, а после Конь Ф2, они делают форсированную ничью, за счет механизма вечного шаха, Конь Ф1 и так далее, угрожает Конь Ф1 вилка, ну, стоит белым дать шах и атаковать пешку на Е7, тогда вот реализуется этот механизм, правда, белые еще могут быть встревожены тем, а не будет ли у черных что-нибудь еще такое более серьезное, чем вечный шах. Нет ничего более серьезного, чем вечный шах у черных, это объективная ничья. Это в варианте Ферзь Ж3. А вместо этого, Нейрбек Абасаторов отступил на Е2, я уж не знаю, считал, что у него преимущество, и что идея черных неправильна, или уже, так сказать, начал кусать локти, типа, куда я пошел, что я наделал, и у меня хуже. Ну, не суть важна. Ладья Е5, отступление ладьи с темпом, атакован слон. Теперь в случае слон Д3, и взятие на Е3 у черных было просто лучше вот в таком варианте. Висит слон опять атакован двумя черными ладьями, но здесь не намного хуже. То есть можно взять на Е3, вот продолжаю этот вариант, взятие на Е3, взятие на Е3, на Д3, конечно, висит все, но мы меняемся, 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 и предъявляем свой главный козырь, белый ход Б6. Не хватает в данный момент, по факту, целая фигура у белых, пешка за слона, но С6, и надо играть, слон бьет С6, потом атаковать белого короля, получается ничья, чуточку лучше у черных. А если отступить назад, он на Б6 висит, конь бьет Б6, и это уже перевес белых. На самом деле, если перейти в таком упасиву, тогда гоним, ну, может быть, даже ладья С5, лучше сыграть, зайти сбоку, забрать пешку, или не забирая пешку, зайти на А8, здесь у белых позиция близкая к выигрышной. То есть, скажем, А4, гоним пешку вперед, загоняем ладью куда-нибудь там на Е8, теперь можно еще сыграть ладей Е5, предлагая ладьями применяться, выиграть слона, но если идти еще дальше, тогда просто играем Б4, усиливаем позицию, и черных стоят плохо, как ни странно, несмотря на то, что номинально имеют лишнюю фигуру. То есть, это по поводу хода слон Д3. Ну, можно сыграть здесь С6, как и поступил, вместо хода слон Д3, который полного счастья не приносил, можно сыграть С6, так поступил на Дребяков-Заторов, и ответ, слон бьет С6, здесь позиция более хитрая, но после точного взятия на Е3, оказывается, черные владеют очень серьезной инициативой, угрожая взятия на Е2, и взятия на Е1, слон не может никуда уйти. А если сыграть ФЕ, тогда ладья бьет Ф5, ну, можно оценить ситуацию, у белых открытый король, черные по полям Е4, Ж3 и так далее, своим конем начинают орудовать, ладья на Д2, при коне на Е4 лезет, вторгается в ладья соперника, то есть сильная атака у черных забесплатна, хотя, может быть, это все не смертельно для белых при аккуратной защите. Был сыгран на король Ф1, ну, черные отвечают в ладья бьет Ф5. Я вот так думаю, взятие на Ф2, что это такое? Стоило ли вообще это обсуждать? Ну, фердь бьет Е5 тогда, не получается взятие на Е1, и взятие на Е1, у черных просто не хватает фигуры, атаки нет. Поэтому ладья бьет Ф5, сразу отобрали материал, на Е3 брать вроде надо, и можно, лишняя пешка у белых, но играется ферзь Д7, атакована ладья, и атака черных в связи с ладья Е8 еще сильная начинается. Ну, ладья отступает назад, потому что ладья Б6, давайте прикинем, что это такое ладья Б6, то, о чем я говорил, да конь Д5 еще сильнее, конь Д5 вилка, я так зевнул как-то, конь Д5 вилка, разговаривать не, о чем бить на Б6 нельзя. Поэтому ладья Ц1, ладья Е8, здесь идея ладья Е8 действительно сильнейшая, конь Е4 приставая к полю Ф2, теперь король Ж1 приводил их просто к неприятной позиции для белых, так, под столбик, преимущество черных, потеряли равенство, атака на белого короля, он открыт, постоянная идея взятия на h3, ну и атака на белого короля, я еще раз повторюсь. Ладья ЦД1, решил по-другому поступить, а для ребяка Аппостаторов, ну вот, хуже, хуже, чем то, что вы здесь смотрели, то есть вот король Ж1, когда тоже, конечно, хуже у белых. Ну, тут что? Тут конь Ф2, вот такой вот удар, достаточно неприятный, и оказывается вдруг, ах, 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 что если забрать на Д7, ферзь-то под ударом, может быть, это недооценированный ребяк, теперь конь бьет h3, шах, на Ж1 не убежите, вторая ладья контролирует поле е, 2, а в случае отступления ферзем дается вот такой мат. Нельзя брать ферзя, надо играть на е8, ферзь бьет е8, ферзь бьет f2, идти, пускаться во все тяжкие, идти вот на этот эншпиль, ферзь против ладьи, и коня. Ну, понимаете, опять же, вот в докомпьютерную эпоху я бы считал, что, конечно, у черных большие шансы на выигрыш, но уж совсем выиграны, вряд ли можно сказать, что эта позиция совсем выигрышная. На самом деле, она совсем выигрышная, но надо играть аккуратно. Опять же, аккуратно играет ферзь бьет ферзь, более-менее, точно. То есть, вот здесь лучше всего было сыграть g5, сохраняя пешки пока, не меняясь, не выигрывая пешку, потому что пешка может пригодиться. Можно при случае сыграть там а3, отобрать пешку а2, и пешка а3 будет весом и козырем в игре черных. Ну, вместо g5 было сыграно аb, аb и ферзь бьет b3. Позиция выигранная по-прежнему, но уже с шансами на ничью у белых, потому что даже какие-то отдачи, скажем, коня за две пешки могут привести к ничейным окончаниям. Ну, например, вот, предположим, снимаем коня, снимаем пешку h3, и снимаем пешки, стоящие на полях f5 и g5, и ставим белую ладьё на f3. То есть, пешка g против пешки h, и белая ладья, которая имеет опорные пункты на полях f3 h3, это ничья. То есть, вот такого рода проблемы перед черной могут встать, такие ловушечки, но при аккуратной игре все нормально. g4, видимо, выигрывал довольно чисто. Хароджа 7 играет спокойно, надежно, быстро, лирида ферруджа. Надо сказать, что у Нидербекова-Саторов было очень мало времени, а у лирида ферруджа много, достаточно много, там минут 8. Ведь, напомним, здесь уже 50-й ход, и игра идёт уже не в нормальные шахматы, не в медленные, а в быстрые. То есть, начиная с 41-го хода добавление 10 секунд. Но весь свой основной временной капитан Нидербекова-Саторов уже израсходовал, играл фактически на добавленных секундах, а у лирида ферруджа был такой приличный запас времени, типа 8 минут. Я не помню точно, но приличный был запас времени. Ну и вот здесь выиграны позиции, конечно, у чёрных, но надо играть очень аккуратно, но против соперника, который находится в сейтноте, всё проходит. Если ладья g1 сыграть, так не было сыграно, то h5, ну вроде как брать надо, иначе ещё хуже, g4, можно сыграть ладья g3, бить на f3 нельзя, из-за ладья битов 3 и выигрывается ферзь, но король идёт, может пойти вот сюда. Важно что отметить, что отступление королём на линию g неправильное, белый король отступит на g2, и нельзя брать коня. А из следующих вот белых король х2 и ничья. Но вот после короля f5 всё хорошо у чёрных, потому что если h6, то вот я просто довожу до конца вот этот вариант. Вот так вот. Раз, допускаем превращение пешки в ферзя, но тогда шахами, 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 шахами проводим ферзя и батуем белого короля. То есть это по поводу хода h6. Ну король g2, альтернатива. Тогда ферзь e4, связали коня, следующий ход к чёрному королю f4. Например, король f2, король f4, и оказывается, что белые бессильны. То есть угрожает же что? Шах. Шах под c2, ну конь g1, например. Тогда ферзь e4, шах, и вот здесь вот, в такой редакции даём шаг сбоку. Не сразу шаг сбоку из такой не 2 шаха, и у белых всё в порядке. А вот в такой редакции забираем ладью и выигрываем партию. В партии был сделан ход не ладья g1 из-за h5, а король ладья h1 препятствует ходу h5 и приглашая к обмену пешками. Взятие на g4 ладья бьёт h5, h6, видимо, это ничья. Ну король g7, пешку не отдаём, и теперь всё равно h5 даже прикрали на g7. Если же h, то g4. Здесь у чёрных свои плюсы, потому что укражает взятие на f3, а на ладья g3 король h6 увели в надёжное убежное место к чёрному королю, затем взяли на f3, и ферзь против ладья легко выигрывает партию. Король g2 сыграл здесь, поэтому вербек Абуслатторов отдал вторую пешку, но оказывается, в чёрных очень сильные проходные, пешки, идущие вперёд. Ладья f1, а что ещё? Потому что конь f3, там g4, ладья f1, прикрывая, защищаемся от идеи ферзь f2, теперь ферзь e3, спокойно, король h3, ну и вот заключительный здесь аккорд, такой удар эффектнейший, то есть позиция могла бы оказаться не такой простой, не такой ясной, но после ферзи f2 первые сразу сдались. Почему? Брать на f2 нельзя, тогда еф и чёрная пешка проходят в ферзи, а если сыграть ладья h1, тогда g4 шаг, тогда g2, ну и выиграли вначале одну фигуру, потом вторую, и король с ферзём ставит мат одинокому королю очень легко. Ну что ж, пора подводить, пора подводить итоги, пора подводить итоги третьего игрового дня на супертурнире в Ставангере. Эти итоги выглядят следующим образом. Фабиана Круана в основное время играл Ариан Этари, 3-0 счёт, Алиэта Ферзжа в основное время обыграл Нербека Басаторова, тоже 3-0, а вот в трёх других матчах были зафиксированы ничьи, и пробиты эти футбольные пенальти, ну не футбольные пенальти, шахматные пенальти, Армагеддона проведены. То есть Магнус Карсен мы видели, как обыграл в королевском гамбите Хикару Накамура, даже не просто сделал ничью, а обыграл. И надо сказать, что вообще при успели соперники белых фигур, Дамараджу Гукиш, ну там в официальной табличке стоит, что Дамараджу Гукиш выиграл, на самом деле он сдал вечный шаг, ну может быть Мамедьяров просто сдался, типа потому, что вечный шаг равносильный для белых поражению, ничья равносильные поражения. Ну в любом случае счет полтора на одну очков пользу Шхриару Мамедьярова, и Весли Соу тоже вот уступил в Армагеддоне, не смог выиграть белыми у Ани Шагири. Что получилось в результате после третьего тура? Турнирное поражение выглядит следующим образом. Фавиано Круана укрепил свое лидерство, у него семь с половиной очков согласно вот той системе зачета, которая применяется. Два матча он выиграл чисто, две партии, три-ноль и одну, один мини-матч выиграл на Армагеддоне и набрал семь с половиной. На втором месте идет Аляльза Феружа, одно поражение и две победы, ни одного Армагеддона, шесть очков. На третьем Хикаро Накамура, он проиграл два Армагеддона, он не проиграл в основное время, проиграл два Армагеддона и выиграл одну партию в чисто в основное время у Ариана Тари. Далее Дамара Джугутиш, на ребенка Саторов с Ани Шагирем делят первое, пятое, шестое место, далее Весли Соу и лишь на восьмом месте в рамках этой системы зачета Магнус Карсон. То есть, одну партию он проиграл, в частую, так сказать, в основное время в первом туре Фабиана Круани и далее дважды обыгрывал своих соперников, правда, сильных, хороших, грозных соперников, а именно Весли Соу и Хикаро Накамура на Армагеддонах. Но это принесло ему лишь дважды по полтора очка, а в сумме три. Ну что ж, на этом очередной выпуск, посвященный проходящему, продолжающемуся, набирающему ход супер-турниров в Ставангии подходит к концу. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы как в очном, так и в заочном режиме, то есть сети интернет. Ну и если будет желание, настроение, то помогайте нас, поддерживайте нам. Мы очень признательны всем тем, кто так поступил ранее и тем, кто, будем надеяться, так поступит в ближайшее время. А пока до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok